21 марта понедельник на календаре свою работу продолжает информационная служба канала артива и в истории сергей кения здравствуйте и так сейчас в мире историческая возможность именно так президент сша назвал свой визит на кубу барак обама стал первым действующим руководителем соединенных штатов который посетил остров за последние 88 лет прибытие в гавану не сумели испортить ни дождливая погода не то что хозяина белого дома в аэропорту встречал отнюдь не глава государства как ожидали многие руководитель кубинского мида в сша это восприняли неоднозначно например дональд трамп лидер республиканских праймерис заявил о неуважении к первому лицу америки президент приземлился на кубе это большое дело а рауль кастр даже не встретил его как он встречал папу римского и других никакого уважения можете ли вы представить себе если бы я оказался в таком положении они бы сказали что дональд трамп некомпетентен если позволил случиться подобному если честно обама должен был развернуть самолет и улететь ему следовало сказать бай-бай сам барак обама предпочел не акцентировать на этом внимание первым делом американский лидер пообщался с сотрудниками посольства сша а после вместе с супругой мишель из очереди прогулялся по историческому центру гаваны вся эта красота с 82 года в списке всемирного наследия юнеско от оружейной площади пласа де армас до построенного в 1780 дворца капитан генералов в котором заседало правительство острова во времена когда куба была испанской колонией и кафедрального собора кубинской столицы жители самонареченного острова свободы лидера свободного мира встретили весьма радушно визите американского президента на кубу подробнее в нашем следующем выпуске мы продолжаем виновно российский суд счел доказанной вину украинской летчицы надежды савченко об этом стало известно вскоре после начала заседания на котором оглашается приговор в отношении офицера вооруженных сил украины а также депутата верховной рады и члены делегации в пассе в ходе премии в начале марта прокуроры потребовали посадить савченко на 23 года ее адвокаты сегодня заявили что надежда признавать приговор не намерена по словам николая полозова вердикт суда ей не интересен поскольку он не имеет отношения к правосудию обжаловать приговор савченко не будет сообщается также что через 10 дней украинская летчица вновь объявит сухую голодовку савченко признали виновной в причастности к гибели в ходе боевых действий в донбассе двух российских журналистов по версии следствия она корректировала огонь артиллерии под которым погибли сотрудники в гдрк обвинили летчицу и в незаконном пересечении границы сама надежда вину отрицает и утверждает что была похищена и незаконно переправлена в россию причем в плен попала раньше чем погибли журналисты как за семью замками салах абдесалам главный подозреваемый в организации парижских терактов помещен в подземную камеру тюрьмы строгого режима в бельгийском брюге по данным местных сми чтобы добраться до этого помещения необходимо пройти через 13 бронированных дверей и три решетки с различными видами сигнализации отмечается что в одиночной камере где подозреваемый проводит 23 часа в сутки нет окна есть лишь лампочка под потолком у самого абдесалама нет связи ни с внешним миром ни с другими заключенными посещать террориста может только его адвокат 26-летний бельгиец марокканского происхождения был задержан в ходе крупной спецоперации в брюсселе в минувшую пятницу как позже заявили в прокуратуре парижа требующий его экстрадиции на допросе абдесалам заявил что хотел взорвать себя у стадиона стаде франс но не привел в действие бомбу потому что цитирую дал задний ход самому террористу предание огласки его показаний не понравилось и он решил подать на парижскую прокуратуру жалобу между тем исламское государство взявшее на себя ответственность за парижскую боню обвиняет сша в бомбежках ирака связанные с группировкой игил сми опубликовали видео на котором как утверждают авторы запечатлены последствия авиаудара возглавляемой соединенными штатами международной коалиции атаке якобы подвергся город муссул некогда миллионник считавшийся северной столицей ирака на кадрах размещенных в интернете видны разрушенные здания лужи крови и трупы людей ранее боевики выложили в сеть и видео со страшными последствиями серии воздушных атак совершенных по их утверждению российской авиацией бомбежки подвергся город рака в сирии фактическая столица исламского государства авторы называют произошедшее резнёй устроенной российской авиации по данным сирийских правозащитников в результате ударов по раке погибли свыше 50 человек в числе которых 13 детей неделю назад напомню президент россии владимир путин приказал начать вывод войск из сирии позже он заявил что при необходимости они могут вернуться в арабскую республику кндр продолжает ракетные испытания с восточного побережья северной кореи в сторону японского моря сегодня были запущены еще пять баллистических ракет малой дальности аналогичные пуски пьянин произвел и в минувшую пятницу всего же за последние две недели это уже третье подобное тестирование в сиуле тут же отреагировали на новые испытания южнокорейские военные приведены в боевую готовность как заявили в армейском командовании они пристально следят за обстановкой в регионе обстановка на корейском полуострове обострилась в начале года когда кндр провела испытания ядерного оружия более того власти северной кореи объявили они тестировали то есть взорвали водородную бомбу но это было поставлено под сомнение международным сообществом в ответ на развитие ядерной программы совбес он ужесточил санкции в отношении режимов в хиньяне помимо этого дополнительные ограничения ввели сша и южная корея думаю наше послание довольно ясно они должны воздерживаться от любых провокационных действий в том числе ракетных испытаний что является грубым нарушением резолюции совета безопасности оон мы продолжим поддерживать максимально тесные контакты и координацию действий с республикой корея ну что ж это были все новости о которых мы успели рассказать вам к этому часу продолжайте следить за развитием событий я прощаюсь с вами до следующего выпуска на артиллерии а и 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